Итак, мы в Гаване. Пока что еще как-то все, что мы делали, это стояли в очередях, вот, потому что по прилету мы где-то час стояли, чтобы пройти паспортный контроль. Было очень много народу. И нас уже развел таксист, потому что мы поехали на такси из аэропорта. Потому что как обычно автобусов нет, только такси, только такси. Вот, договорились на 25 долларов, а потом таксист такой говорит, типа, ну, это же были куки. 25 долларов, это не 25 кукок. Пришлось отдать тридцатку. Вот. Но сейчас поменяем, поменяем, короче, денежки. Теперь у нас будут и куки, и больше нас никто не обманет. Надеюсь. Мы вышли уже ближе к центру. Это Капитолий. Здесь уже так все симпатичненько, миленько. Какая цивилизация. И там китайский район. Мы нашли коса партикуляр, который называется Синьора Сирокастро. Вот. За 30 кук сутки. Тут вот все. Ой. Душек. Вроде все нормально. Но далеко не с первого раза. Потому что все занято. Да. Много мы искали в центре. Поближе ко всякой Тусне. Мы зашли поесть в кафе. Дос Пилотос. Дос Пилотос. Дос Пилотос. В кафе. Ну, как это? Ну, да, наверное, как кафе. И я заказала себе рыбу. Нина. Национальное блюдо. Ла Ропа Вьеха. Судя по всему, это свинина. Вот. Ну и, естественно, местное пиво. Кристаль. Вот. Выглядит вкусно. Бульвар Прадо. Мы вышли на набережную. Малекон. Кушующий океан. Обалдеть. Кушаем. 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 Сласс. Кушаем. Десерок такой, конечно. Чувствую делать. Наш завтрак. Малекон. Да. Сейчас мы пойдем внутрь Капитолия, раньше это было здание правительства, теперь же Конгресс-центр 1959 года. Можно зайти внутрь. Опять есть какие-то очереди и, судя по всему, вход по билетам. Поэтому вот так. Чтобы найти, где остановиться, нужно искать вот такие вот синенькие значочки. На самом деле их очень много. Это значит, что здесь можно снять комнату. Просто звонишь, заходишь или звонишь в амфон, спрашиваешь, есть ли места, и можно остановиться. В центре и таких туристических местах их действительно много и, я думаю, редко когда может возникнуть проблема, где же остановиться. Мы на старой площади класса Е. Чтобы перебраться на ту сторону, можно воспользоваться только паромом, либо на машине по подводному тоннелю. С причала Люс, на котором мы находимся, ходят в две стороны. Через залив Гаваны. И нам надо в сторону Касабланки. Скоро приедет наш такой же паромчик. И за 10 центов мы будем переправлены. Вот Христос Гаваны. А это дом Че Гевары. Вот он дом Че Гевары. Модные люди. Кристос. Вообще, это музей Че Гевары. Не прямо то место, где он жил. И по отзывам там особо нечего смотреть. Но за 6 кук зайти можно. Мы подходим к крепости Лакабани. Здесь вот такие выставленные орудия. Вот. Итак, это крепость Лакабани. В хорне стоит 6 куков. Надо быть внимательным. Сколько ты даешь денег, какую дачу. Потому что я дала двадцатку. Мне хотели зажать десятку. И есть тут еще такой очаровательный садик. С пающим птичками. На лавочках написано. Welcome to this beautiful garden. Чилим. Замок трех королей. Эль Морру. Это комната про маяк. В принципе, про все кубинские. В принципе, про все кубинские. Маяки. Это какие раньше лампы использовались. На маяках. И актуальны. Вот сейчас такая лампа на маяке. Вот этот маяк. Вход в эту крепость тоже 6 кук. Но тут, кажется, поинтересней, чем на предыдущей. Тут какой-то пожар. Мне кажется, уже несколько часов горит. Пожарные вроде только приехали. Но, судя по всему, они размышляют, что делать с этим. Прям пламя мы видели. Еще ветер такой все равно. Теперь мы по другую сторону залива. Точнее, по нашу сторону. Вот ему гуляли-то. Да, ладно, ладно. Что тут? Поехали. Поехали. Уважаем. Поехали. Что там? Я поскользнулась! Даже водоросли? Да Прошли мы два километра по Малекону, по набережной, потому что этот замок обозначен как замок Пашенька, обозначен как достопримечательность. Это башня Святого Лазаря, и может быть это достопримечательность, потому что это 16-й век, но на самом деле оно нам ни о чем. Я не знаю почему это свечи, но достопримечательность. Так что идем обратно. Здесь мы сейчас взяли... как они назывались? Тостонис. Тостонис. Что как патаконис. И я этому очень рада. Еще мне дали новый пивас. Котике. Котике. Вот. Тоже мучила пьян. Но это... это вкус же достопримечательность. Хюминглей говорил, что здесь в Баре Флэрадита лучшая дайкири. И в принципе... я не могу спорить на это. Она тут действительно очень. Хюминглей Опера. Котике. Рэппорт. Лаэппорты. Тайки! Рэппорт. Галь. Хюминглей макições. Вот вновь цитата Камегуэя. Шесть песо стоит, в принципе, не так. Задание Бакарди. Построенное для дома Бакарди. Я про Ром. Но, насколько я понимаю, оно сейчас не используется для этого и просто является достопримечательным. Но почему нет? В стиле арт-деко. Мы около базилики Сан-Франциско. Это патрон, который здесь был. Судя по всему, его надо тереть за палец. Он вообще такой тонкий-тонкий уже стал, как все стерли. И за бороду, наверное, подержается. Может без желания загадать его и счастливее. Вот такой вот он. Вот так эта базилика выглядит с площади Сан-Франциско. И тут рядом такой мемориальный парк. Сан-Франциско. Или сад даже лучше сказать. В отличие от перуанских так называемых оружейных площадей, Пласса де Армас здесь. Это такой уютный парк с памятником в центре Моноэль Карлос, кажется так его зовут. Фонтанчики, цветочки. Такое уютное место. Карлос Моноэль де Сосперес, Падре де Ла Патрия. Здесь же рядом есть небольшой храм, Эль Темплетате. На самом деле он вообще закрыт и к нему не пройти. Теперь мы с этой стороны от крепости. В смысле с этой стороны залива. Это крепость Лари Альфуэрса. Самая старая крепость в Америке. То, что такой парк, еще не понятно, можно туда войти или нет. Вот мы на Кафедральной площади. Казалось бы, с нее надо начинать, но это наоборот практически конец нашего маршрута. Кафедральный собор. Туда можно зайти. Сейчас мы туда пойдем. Еще вопрос, пустят ли нас, точнее меня в коротких шортов. И можно подняться на башню. Итак, мы заплатили один кук, сейчас будем подниматься на эту башню. Но меня все-таки заставили одеть юбку. Поэтому, в таком вот виде, поправляемся на башню. У винтовой лестницы мы поднялись, можно будет потом еще выше. Пока что отсюда вид такой, на площадь. Вот мы на самом верху. Можно обозреть весь город. Кстати, в Капитолии ты ходишь только по нижнему этажу. Подниматься наверх нельзя, именно поэтому мы туда и не пошли. Это еще одно место, популярное для посещения. Потому что полная фраза Хемингуэя звучит как Мой мохито в Ла Бадагита, Мой дайкири в Ла Флоридита. И поэтому мы сейчас идем сюда пробовать мохито. Здесь очень много людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дошу пожрать мороженого И как любитель латамасового мороженого, вношу вернуть, что здесь оно не огонь Новая Гавана вообще совершенно другая, не такая как старая Здесь нет всяких приставалов В принципе, естественно, все выглядит по-другому В основном люди с работы там идут уже Все такое Больше светофоров встречается И здесь совершенно нормально переходить дорогу тогда, когда ты хочешь Даже вот такие большие перебегать тоже Как бы что терять время Ну да, вот пример Здесь мир Как бы еще машина подождет Мы подошли к кладбищу Колумба Очень красивое Оно такое Идеально белое Что даже не скажешь, что Тут есть что-то такое, я не знаю Старинного Прямо все белое-белое Вообще здесь есть как и старые захоронения, так и новые Там шестнадцатый год Но все выглядит прям стерильно Я вот прям не могу поверить Я не знаю, это моется что ли Все такое белое-белое-белое Уже вторая могила, которая открыта В первой там были Типа какие-то букеты старые валялись Банка кока-пола, как мусор А вот это я даже разглядеть не могу Такое таинственное кладбище Вот казалось бы 1883 год Как будто только вчера поставили Еще одна открытая Мне кажется не открытая, а скорее отвалилась Кусоком и там была Соседняя Представляешь, вот мраморный кусок И палился Вот прям все в дырку И вот Заяц 1915 год Уже очень много могил Вот таких полувскрытых Это немножко пугает Мы пришли в кафе Беготе Как Потому что вроде здесь норм Вообще этот бар скорее выпить Потому что с едой тут только сэндвич и салат Мы взяли сэндвич С ветчиной и сыром Вкусно? Вот Но человек голодный, ему нельзя доверять И Куба Либра естественно Но Здесь короче Ромы не жалеют Это хорошо Чисто случайно мы зашли в бар Просто посидеть Оказалось, что это Какой то Бар Короче называется товарищ То есть он как русский Вот Так что Тянет видену Итак Мы взяли Заленую молоку Не очень пока понятно что это Но попробуй Что это Вы С talks Как Вы Menschen Вы 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 Похоже чем-то похоже на картошку. А что тут приносят в матрешках? Ну, нам какого-то, я не знаю, кто это принесли. А, ну да, кстати, итальянец, судя по цвету фразы. Судя по фамилии. Не знаю, почему нас не зацепило вот этот вырез, что здесь есть СССР-овские знаки. А что здесь есть такое место, как глаз-циклопа? Мне прям очень нравится вот этот глаз в стене. Это галерея. Сейчас мы направляемся в Баракова. Как вот путь долг, то мы купили билет на самолет. Местные вылеты в терминале очень маленькому. Такого прям комфортный комфорт. Что даже посадочные выписывайте вручную. До этого еще хотели в Виньялис, но мы в интернете не успели купить билеты на автобус. Потому что на автобус мы перебегаем же в Биасуле. Точнее, пока что еще ни разу не перебегались, но планируем. Вот, и мы не успели купить в интернете билеты. По идее, можно заранее, за час, за полчаса прийти на автостанцию и купить билеты там. Но уже все было раскуплено. Не осталось ни на свободного места, поэтому надо пришлось отказаться от этой идеи. Вот, к сожалению. Потому что говорят, что там очень-очень красиво. По-другому, провели больше времени в Голландии и еще неплохо, я считаю. Так что теперь паракол. До розеток, в принципе, здесь есть розетки, которые, как и наши, европейские. Но есть и такие а-ля американские. И в этот раз я по-умному вела адаптер. Так что я молодец.